Что? Перчатки на варлока. Некротическая хватка. Как получить? Закрывать соло легендарный или мастер затерянный сектор в те дни, когда в награде указаны перчатки. Что умеют? Противник, получивший урон в ближнем бою, вместе с этим получает и яд, который постепенно наносит ему все больший урон. Если убить отравленного противника, яд распространится на ближайшие цели, а вы восстановите энергию ближнего боя. Эта особенность работает не только с заряженной атакой ближнего боя, но и с обычным ударом по противнику. Не сработает она только если вы наносите два удара за слишком короткий промежуток времени. Ещё она работает при использовании дальнобойных, назовём их так, заряженных атак. Например, верхней солнечной ветке сработает отлично, так что теперь эта раздражающая тебя атака ещё опасней. Новая атака ближнего дальнего боя в стазис под классе тоже работает, и эта сосулина не только снесёт часть здоровья и заморозит противника, но ещё и ядом от перчаток будет грызть. Но куда серьёзнее улучшается атака от средней пустотной ветки. Этот удар закрепляет на поражённом противнике заряды, которые отталкивают врага и взрывают его. И если раньше это не гарантированно убивало соперника, то теперь у любого противника в пвп, у которого будет меньше 9 единиц стойкости, гарантированно погибнет от яда. Просто вау. Да, давно на канале не было обзоров на экзотическую броню, но это по сути своей больше походит на полноценное оружие. Серьёзно, упускать такое было нельзя. С чем носить? В первые же дни после получения этого экзота люди начали придумывать билды с экзотическим револьвером шип. Связка этих экзотов работает настолько хорошо, что многие предположили, что это баг и его исправят. Но нет, Банжи подтвердили, что это фича, и мы можем ей пользоваться. В кои-то веки не нерфуют рабочий вариант, а то вон сегодня вечернюю звезду на Варлока отключили, а я так хотел рассказать про билд с ней. В чём суть связки с Торном? Дело в том, что противники, которых вы убиваете пулями из револьвера, а не его ядом, при гибели также пускают поражающую зелёную волну, заражая всех вокруг, будто бы вы их убили с помощью рукопашной атаки. Это не особо работает в ПВП, но в ПВЕ это очень хорошая связка, и по сути, это единственный билд с шипом для ПВЕ, ведь в ином случае его никто бы там на серьёзных щах не использовал, верно? Может какой-то простенький билд? Да, одним из самых популярных билдов будет связка верхней ветки Солнечного Варлока. В ней есть перк «Окрылённое солнце», который даёт заряд рукопашной атаки, задобивающий попадание в воздухе. Сюда же добавляем моды на заряд света «Челнок», «Сборщик зарядов», «Заряд заряда» и мод «Грубая сила», который восстановит половину энергии рукопашной атаки при использовании заряженной атаки, потребляя заряды света. Зажимаем гранату, чтобы удержаться в парении, атакуем заряженной милишкой с воздуха и получаем заряды с каждого погибшего от отравления врага. Такие киллы считаются за убийство рукопашной атакой. В общем, вы видите, насколько сильно это в ПВЕ. Так что давайте подведём итог. Как эти перчатки в плане ПВП? Для режимов 6 на 6 возможно. Когда на поле много противников, особенно если это какой-нибудь режим контроль или железное знамя, где все стоят кучками, да, это может сработать. Но вы понимаете всё равно, насколько это ситуативно и прям положиться на такую связку нельзя. Это всё равно, что говорить о том, что главным достоинством солнечного выстрела или пикового туза ПВП являются взрывы. Нет, это не основная поражающая сила, но это приятный бонус. Как эти перчатки в плане ПВЕ? Багические. Я не припомню, какой ещё экзот за последний год или больше даже вызывал у меня похожие эмоции. При том, что я не так часто играю на варлоке, как на охотнике, эти перчатки определённо заставили меня пересаживаться на варлочинку куда чаще. Это идеальная формула для любого экзота. Они красивые, их весело использовать. И они применимы абсолютно в любой ПВЕ активности. Везде есть толпа модов, и значит везде сработает этот экзот. Так что без шуток, некротическая хватка, пожалуй, лучшая экзотическая экзот броня этого дополнения. Лепим ей 9 из 10. Я надеюсь, что в ближайшее время ты будешь пристально следить за ротацией затерянных секторов, и как только там можно будет получить перчатки, отправишься их фармить. Удачи тебе в этом. Спасибо за просмотр и до связи.